ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, всем привет! Саша привез земли у нас. Ой, ветер у нас, ветер, ветер вообще. Это, получается, где ты землю-то брал? Там на берегу, что волну это несло. Ага, мы хотим немножко, как бы, в огород разверечь. Ну-ка, ну да, смотрите, и песочек, и ракушки, и водоросли. Ну, и, короче, он уехал. Вообще такая история, смотрите, колеса почти на подходе. Вот это лопнуло. Ой, не лопнуло, вот это лопнуло. Смотрите, как он ехал. На спущенном колесе. Я думаю, чего так долго нет? Вы посмотрите, чего его порвало просто. Ты что, вообще на диске ехал? Конечно. Я думаю, ну где тебя так долго нет? Ты часа два, наверное, ездил. Ты час коврел только. Тут ехать-то он там, вон, на речку, а он так долго. Ванюш, отойди. Отойди. У нас сегодня ветер, ветер, вообще. А ты говоришь, трос не взял. А вот что, зачем тебе трос не взял? Ну, ну-ка. Это колесо провалилось, оно вот так вот стало. На это село. И кто тебе помог? Никто. Никто. Никто, да. Ничего себе, ты видел, Женя, тебя на раскоряку вообще? Их вот так вывернуло. Я говорю, пожадничею. Да, пожадничею, говядничею. Что-то пожадничею. Все для дома, все для дома. Все здесь не шкаф нагрузил, здесь не грузил. Ну и что теперь делать с колесами? Надо сюда нам на тележку колес есть. Есть, пошире, потолще, наверное, помощнее. Надо все это дело себе переставлять, переставлять. Ну-ну-ну, он сегодня еще вот сделал кузовочек повыше, видите, он просто железный, да, был вот этот железный. И еще он сделал повыше. Ну как, мы же хотели, чтобы за раз все привезти, что-то гонять туда. А, ну-ка, сейчас уже не сгоняешь. Только так. Так а что теперь? Ты хочешь все высыпать или давай грядки будем, как я тебе говорила, только лунчики. Не-не, это нужно все вот сюда рассыпать. И перепахать? И перепахать, чтобы она побышнее была. Потому что она не будет варить. Да-да-да. А если вот это и одно, она наоборот пересекать быстро будет. Нужно стоить. Ну-ну, вот Саша хочет все высыпать и перепахать. Это что тут, я вот говорю, ракушка, да? Логослит, песок там, что там еще? Ну, всякие дохлики всякие, да, рыбки. Там еще есть? Умывается, что? Есть еще земля? Полно. Полно. Только тележку надо налаживать. Ой, ветер, я даже не знаю, как мы сегодня будем в огороде с тобой. Есть день, ветер. Солнце, да, а ветрища невозможные. Причем дует-то с Иркутска, что ли, непонятно. Ваня, ждал, ждал, папа, ждал, ждал, да, Ванюш? Дождался наконец. Сашка у нас спит маленький. Ой, куда бы так от ветри-то спрятаться? Я уж не знаю просто. Все сейчас в камеру надует. Один ветер будем слушать. Ну, тут немножко камни повыбирали. Поменьше стало. Ну, вот спасибо, кто-то посоветовал там камушки убрать. Нужно сделать какую-то специальную такую штучку, чтобы загребать. Там ссылочку даже кинули. Ну, вот потом посмотрим все. Нынче-то уже ничего это не получится сделать. Времени нет. А потом, может быть, Саша что-нибудь сообразит. Да, Саш? Такой совочек, типа, знаете, мы так поняли, загребаешь. Ну, может, мотоцикл этот прицепить или что. И камни он собирает, как сетка или что. Загребает туда. Высыпает. Высыпает, папа, черноземик такой. Ну, хорошо, бесплатно удобрение. Ну, как сказать. Ну, только убытки. Колеса, конечно, покосать. Да, они уже и что старые? Им уже пора. Тележка-то вообще это не от этого. От муравья же. От муравья. У нас раньше был муравей. Саша его тут переделал. Приварил тут. Как назвать? Сфаркоп? Да, Саша? Приварил. У него у самого этого трактора не шла эта тележка. То, что мы ее для хозяйства оставили. А муравья продали без тележки. Или как мы его продавали без тележки? Как мы муравья без тележки же продавали? А, ну да. Я продавал целиком, а стараюсь. Ну, в общем, тележку решили себе оставить. А как ты держал кулиты там и загребал? Одной рукой, что ли? Такой? Ну, папе не в тапочках мало вышло. Поснимать. Быстренько. Ну ладно, папа пока будет высыпать, тут наш ветер успокоится. Немножко я вам монтирую там вложек. Сижу, пока Санька спит. Потом выйдем в огород попозже. Ну вот, ребята, Саша раскидал уже тут землю, которую привез. А немножко не хватило он там до конца, видите? А вот это все засыпал. Потом все это перепашем еще раз. И все-таки земля будет более удобренная и порыхлее немножко. Вот, сейчас ветер у нас не прекращается. Даже, наверное, сегодня не буду ничего здесь делать. Видите, какой сильный? Камеру сейчас сдует. Так, пошла он стирочку. Сейчас вешайте быстренько вам заснять. У Саши тут кругом провода. Он решил переварить колеса, которые сейчас сдулись там. Пойдемте посмотрим, что же он делает. Так, вот такие вот колеса у нас были. Какие-то уже покоцанные. И вот это вот совсем, видите, как плотно. Саша тут сейчас что-то химичит. Делает. Ой, тоже из старых колес какие-то тут новые. Саша, расскажи, что делаешь. Что вот это вот ты переварил тут что-то? Это колеса от Тулы. От кого? От Тулы, мотоцикл. Такие же колеса у меня спереди он стоят, видишь? А, точно. Вот здесь все эти, такие же колеса. Так это что, не его родные колеса? Родные. Родные? Там сборная союза. А вот это ты посередине что тут перевариваешь? Что-то смотрю в окна переваривает. Телеги вот это из старых колес ступится. Колеса так не сдают, а ступится как раз подошла по внутреннему диаметру. А второе колесо должна переделать? Да. То есть ты что, тут прям все вырезаешь, выламываешь? Ничего не вырезаю, все вставляю, обвариваю. А, просто вставил, обвариваешь, да? Вот видите, вот тут оно как бы оригинал. Нужно, чтобы получилось вот как сейчас получилось. Вот так должно быть. Сам догадался ли кто-то подсказал? Да? Сам примерил, подошло. Да, примерил, подошло. Хорошо. Что думаешь, еще съездишь за землей сегодня? А, пока загадать не буду. Ну, если... Все, погода, видите, какая ветерина. Так что, сегодня как бы нам хватило уже делов. Сколько он тут еще проводится, неизвестно. Сварочник наш. Да, ничего не подходите, не трогайте. Электроды. Будет у нас крутая телега. Еще раму придется переделать. А что там? Убрать пружину и сделать, чтобы на жестком ходу было. Как, представь, как подкидывать будет? Не будет? А, за счет колес будет? Компенсация. Вот, ребята. Вот это вот, Саша. Рессоры эти, да? Да. Уберешь. Или как? Пружины. Уберу и жестко приварю. Потому что они мешают. Колесо широкое, а шорка-то не. Ага. Ну да, весь день на проводишься. Ладно. Поднимайся. Так. Инструменты. О! Вон, Манюша. Маши, всем привет. Всем привет. Все. Мы по-зимнему одеты. Мама тоже в теплой куртке своей, вот зимней. Вот, все. Все тепло одето. Ой, когда мы все снимем, это и шапки, и шарфики все. Не знаю. И Санька у меня тут и в шапке, и в куртке теплой. Еще и косынка повязала. Иногда шарфик одеваем. Так, это мы тут кушали печеньки. О, ветер, 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 ты могуч. Ветер, ты могуч. Что, баночку нашел от шампуня? Ну, качайся тут, я пойду повешаю вещи. Вот, мне надо повешать стирочку. Постирала. Машинка поставила еще. Весь день вот так хожу, стираю, вешаю, стираю, вешаю. Вот, ничего изо дня в день не меняется в этом плане. Так что пошла вешать. Вот, повешала стирочку. Тут под крышей хорошо, если дождик пойдет. Тут у меня, у меня. У меня, Саш. Дождик не замочит ничего. Санька у меня... Ищу. Где-то, думаю, была же у меня где-то... Кто? Ну, ТВ-тюнер в компьютер. Ну. Ты, который, помнишь, я цифровывал свадьбу нашу. Ну. Вот он. А где он был? Песочница валяется. В какой песочнице? В нашей, в чьей. Так там не было, это значит, дети притащили уже. Да он уже видно, что поржавел, давно валяется. Его уже. Искал, искал. Месяц надо перейдевал. А он уже не пойдет? Конечно, ему в конец. Ну вот, ребятишки, если залезут, что-нибудь вытащат. Все. Вот. Колеса наши старые. Саша сегодня, вчера не смогли, сегодня съездил. Перебортировали. Вот старая резина у нас и наши старые диски мы сняли. Которые вот тут, я не знаю, какой-то помятый, замятый, покоцанный. Мама, деду, папе, ехать. Мы другие сейчас поставили. Такие же вот лютье. Мама, деду, папе, ехать. Да, папа тут сейчас колеса свои откапывал. Мы тут колеса стояли. Сейчас сделает тележку. Мама, деду, папе, ехать. Да, сейчас тут маленько бардак. Потом папа тут все в кучку опять колесики все и диски сложит. Мама, деду, папе, ехать. А что там есть у папы? Что? Багажник там от велика, ну. Всякая мелочь. Запчасти называются. Да. Санька не хочет уходить. Так ему нравятся здесь настройки. Ну, дай-ка я тебя поправлю. Настройка у нас сейчас, правда, все стоит, все как есть. Ничего больше не делали. Некогда, совершенно некогда. Сейчас, главное, огород надо отсадить. Вот. А потом уже будем потихонечку что-то еще решать тут. Что-то делать, может. Там дальше надо, Саша, делать, обшивать вот эту вот комнатку там. И потолок подшить. В общем, много работы еще. Вот. Так, ребята, я занимаюсь сегодня практически весь день тут на доме. Разбираю, так сказать, вещи сезонные. Убрала все сапоги зимние. Тут перебрала все, что нужно было, сложила, разделила. Тут уже завязала мешок, не покажу. Так, собрала почти что два мешка в церковь отдам. Вот. Чтобы увезли. Такие вот, например, вещи, как женские сапожки всякие. Потому что у нас девчонки уже выросли. А если у нас еще будет девочка, неизвестно, это, знаете, еще пока она вырастет, кто-нибудь еще поносит. Вот такие там розовые всякие тапочки, да. Тоже сапоги всякие теплые. То есть они как бы хорошие все еще, но нам все это уже маленькое. Ну и все, вот в такой же манере вот всякие хорошие вещи, которые нам просто уже малые. Все сегодня сидела, тут перебирала, слаживала, чтобы... А, ребятишкам нашла обудки. Кое-какие тут все, конечно, надо перемывать, что-то подклеить. Летние там всякие обудочки. Что-то будет носиться, что-то не будет носиться. Не знаю, посмотрим. Сейчас мойку будем включать, будем перемывать. Вот. Потом еще... Так вот, резиновые сапожки отдельно сложила. В такую вот коробочку, чтобы они у меня здесь были. Я знала, что где они. В общем, мы вот так вот иногда собираем вещи раз в год точно. И отдаем куда-нибудь нуждающимся людям. Или в церковь просто передаем. Там, как говорится, знают друг друга и кому чего нужно. И нам также привозят вещи, которые мы тоже что-то себе, допустим, возьмем. А что-то, что нам не подходит, дальше передаем. Потому что, ну, не все просто подходит. И я не люблю, когда много вещей в доме. То есть, там, завалы шкафов. Вот это у меня просто... Я не хочу вот этого всего. То есть, самые минимальные там вещи какие-то, да? Ну, понятно, что обувь сезона я не раздам. Она нам еще нужна. Там всякие. То, что еще Ванюшка, Сашка могут носить. То, что ребятишки могут потом еще доносить. Я, конечно, это не отдаю. А тут полно девичек. Вот просто девичек. Они лежали уже несколько лет. Я думала, ну, может, кто-то знакомый возьмет или что. Ну, в общем, нет. Никто ничего не взял. Все, отдаем в церковь. Все, Ваня будет кататься сейчас. Потом Саше дашь? Да? Точно? Что, бросили уже свой шампунь? Наигрались? Так, Саша у нас проверяет, видать колеса. Ну, и как? Вру не спускай. Оно не взорвется так? Близко стою. Я не хочу кого-то. Даже не откачать. Ладно. Так, Славик, Давай, Саньку, сюда спускай. Я пойду до дома схожу. Сейчас выйду. Спускай его. Так, вот я еще пришла вам показать. В сенях у меня уже приготовленный пакет, который я тоже хочу отдать в церковь. То есть теплые вещи там и от моих ребятишек. То, что мы точно уже носить не будем. Так, для примера, для примера, как вам показать, у меня все завязано. Ну, то есть вещи все хорошие очень. Носили все вот эти вещи мои ребятишки. Ну, это тоже, как бы, видите, это вот маленькие все уже. Всякие юбочки, платья и все подобное. И, допустим, то, что мы нам дали тоже, да, и мы носить не стали. Вообще не носили, просто у нас пролежало. Сейчас я все это собрала и решила отдать нуждающимся людям. Те, кто, ну, кому сейчас реально вот очень прилепилось тут. Нужна, как говорится, помощь, да, всякие шапок, целая куча всего. Рубашки, которые мы уже не сможем. Вот, сейчас все аккуратненько вот сложила. Все, они перестираны, все чистенькие. Здесь все сложила. Вот видите, ну, что реально не будем носить. Тоже рубашки там белые всякие. Тоже ребята не носят давно. Всякие куртки, которые мы тоже, девичьи всякие. Мальчишки носить не будут уже. А если девочка родится, это тоже для нее еще неизвестно, когда она будет носить платья всякие. Так что вот сегодня, может быть, вечером, ну, или в ближайшие дни, нужно все это отвезти. Вот пока тут лежит у меня, место занимает, но ничего. Саша освободится и увезет у меня там два мешка вот этой обуви и вот эти все вещи. Как гуманитарная помощь, что ли, и раздадут уже там нуждающимся. Ну, то есть, вот видите, сколько у них одежды. Совсем немного. Немножко совсем. Вот я как бы и ругаю их. Они, знаете, если им разрешить, они набьют целиком шкафы ребятишек. Им все надо. Им оттуда все надо. Я оставила самое то, что вот им нужно там платье, шортики, юбочки, немножко школьные. Тут Славика. Их школьная форма, блузы, всякие платья, штанишки там, допустим, да. Здесь вот у Нади. Там трусики у мальчишек, у Лизы и у Ванечки. Вот здесь полочка. Все. А у мальчишек там в коридоре, в другом шкафу у них. То есть вот это вот все вещи, в принципе, да, которыми они каждый день пользуются. Вот. А все остальные просто, ну что-нибудь просто так лежать, мы решили их все отдать. Конечно, можно их держать там на какие-то, не знаю, перешивать что-то или что-то делать, но у меня просто сейчас нет времени на все это. Я как-то не тот человек, который вот это все перешивает. Вот. По мне так вот лучше хорошая вещь, чего ее портить. Лучше кто-нибудь из детей доносит. То есть просто отдадим сейчас и все. Кто-нибудь все равно нуждающийся возьмет. И вот здесь еще полочка у них в коридоре. Саша, иди сюда. Штанишки тоже, потому что ребятишки сейчас на улицу часто бегают. Им нужно, чтобы здесь все было, как говорится, быстро их одеть и можно было на улицу идти. И в курточки, которые ходовые, они здесь на улицу сносят. Несколько курток имеем, чтобы их менять. Одна в стирке, другая, допустим. Это тоже надо в стирку убрать. Вчера только одел. И, допустим, другую носишь, да? И все. Шапки здесь у ребятишек. И мальчишечки штаны, которые там собак можно, допустим, почистить, покормить. Сейчас собака одна у нас уже. И для огорода вещи. В огород выйти там, убираться там, что еще делать. Вот так вот. В общем, немного оставили вещей для себя, чтобы тут, как говорится, не хламить все это. Субтитры подогнал «Симон» 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 Наконец-то наша телега почти готова. Ну все, не покупать, да, тележку. Так, мальчишки у нас мусором занялись выводят. Тут мусорка у нас недалеко, поэтому они сейчас на тачке перетаскают быстренько. Косяка, а теперь высокая. И что теперь делать? Повыше нельзя там подварить этот фаркоп твой. Можно, да? Ну, я зря тот обрежу, который был. Вот если бы я его не обрежал. А он был выше, да? Да, он был вот здесь, в этом месте. А я, мишка, она была сильно низко. Я ее обрезал. На тех колесах было нормально. А на этих колесах вот так. Теперь нужно сделать что? Что нужно сделать? Придется, папа, тебе деньги закрывать. Сейчас мы ее переварим. Отрежем сначала. Чуть-чуть. О, есть. Ну все, Саша переварил. Идите, повыше стало. Ну, живите получше. У нас испортилась погода совсем. И вообще на неделе, на следующей даже неделе обещают холодную неделю. Я не знаю, как у нас прогреется огород. Садить надо. А вот обещает холода и даже ветер. Так что у нас очень пасмурно. Ветер и так не может никак у нас успокоиться, дует. Так что в огороде сегодня ничего не получилось сделать сильно. Завтра Саша хочет с утра возить землю. Еще нужно будет навозить сюда. И вот эта территория будет у меня уже под грядки. Он уже ее спашет и будет она порыклее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова